В этих ящиках бутылки с растительным маслом. За 5-литровую просят 590 сомов. Самая низкая цена. Раньше этот же объем продавали за 300 сомов. Рядом бутылки такого же объема, но подороже. Есть и такое, что стоит 650 сомов, а раньше за него просили 350. Разные марки и производители. Цены за продукт достигают и 760 сомов. За последнее время цены подскочили в среднем на 300 сомов. Масло в нашей республике практически все импортное. Его привозят из России и Казахстана. Эти цены для оптовиков. В розницу немного дороже. По словам Аксата Бообек Оулу, владельца склада, где стоят эти бутылки с растительным маслом, с начала пандемии цены постепенно меняются. Только за сегодня подсолнечное масло подорожало на 10 сомов. За один день подсолнечное масло подорожало на 10 сомов. Поставщики говорят, что в России сырья очень мало. Из-за этого дефицит растительного масла. И оно дорожает. В нашей-то стране его не производят, импортируют. По сравнению с прошлым годом цены на растительное масло в Кыргызстане выросли почти на 60%. Это данные Национального статистического комитета. Кроме того, сахар также подорожал почти на 50%. Раньше в Бишкеке килограмм сладкого продукта продавали по 40 сомов, а уже по 60. В регионах сахар еще дороже. По оценкам экспертов, в прошлом году в стране было посеяно на 41% меньше сахарной свеклы, чем в 2019 году. Вместо 100 тысяч тонн сахара было произведено всего 51 тысяча. И завозить стали на 10 тысяч тонн меньше. В результате количество сахара на рынке сократилось вдвое, что привело к росту цен, говорят предприниматели. «Мы уже начали продавать тот сахар, который привезли из России. Если бы спроса не было, не привезли бы. В прошлом году его не привозили. Вот эти три тонны сахара из России привезли. Мешок стоит 2900 сомов. Все зависит от клиента. Им же хорошо, когда дешевле продают. По высокой цене кто будет покупать?» Резкий рост цен на сахар и растительное масло в Кыргызстане вызвал недовольство среди населения. Действия правительства раскритиковали, что чиновники совсем не думают о людях. Так сильно дорожают продукты первой необходимости. И вот Кабмин предложил способ урегулировать цены как раз на сахар и растительное масло. Минэкономики разработала проект постановления. По данным ведомства, на эти товары может быть установлена максимальная цена до конца стабилизации ситуации. «По каким ценам поступает, какие затраты транспортные, все будут учитывать и антимонопольным установить цены. В соответствии с законом о внутренней торговле, правительство имеет право вводить госрегулирование на 90 календарных дней. Сейчас этот проект находится на самом деле в министерствах. Если министерство поддержит, мы отправим правительство, правительство примет решение. Может принять, а может и не принять предложение наше». В Министерстве экономики и финансов заявили, что подготовили это предложение в свете сложной ситуации в стране из-за пандемии. По мнению оптовых и розничных торговцев, это хороший шаг. Однако некоторые говорят, что если цены на сахар и растительное масло останутся стабильными, это будет невыгодно для предпринимателей и импорт снизится. Есть и те, кто опасается повторного дефицита. «99% масла в Кыргызстан завозят из-за границы. Мы же не устанавливаем цены. Это всё зависит от поставщиков, от стороны производителя. Если низкая цена будет, и мы будем дешевле отпускать, и клиентов будет больше. Сейчас сахар, масло – дорогие. Так и покупают мало». «У нас нет ни одного завода, чтобы производить растительное масло. К нашу страну его привозят. Если какие-то ограничения жёсткие будут предпринимать, не будут в этом случае привозить товары из-за границы. В чём выгода у них будет? Если откажутся импортировать из-за границы, то тогда в стране будет дефицит. Как-то надо урегулировать этот вопрос». Отметен в случае принятия решения о временном введении государственного регулирования цен на сахар и растительное масло на всех рынках страны, стоимость этих продуктов не должна превышать установленных значений. В настоящее время неизвестно, какое наказание понесут несогласные с этим. Механизм должно разработать государственное агентство по антимонопольному регулированию.